я работаю уже вот я посчитала вчера 14 лет я работаю гидом по парижу я могла бы ездить по франции но по франции я ездить с туристами не могу по такой дурацкой банальной причине что меня очень укачивают автомобили вот на самом деле даже запах автомобиля не выношу поэтому моя дверь приоткрыта просто мне в автомобиле удобнее по связи и удобнее по фиксации телефона именно тут ловит интернет я являюсь кандидатом исторических наук российским кандидатом исторических наук а после недавнего времени диплом французский диплом российский приравнивается к диплому французскому так что я автоматически стала доктором истории и во франции тоже с 19 лет я занимаюсь историей именно французской революции я специализировалась на эпохе именно террора поэтому я говорю что это абсолютно моя тема и я не защитила кандидатскую диссертацию со сложным названием феномен революционной власти во франции в эпохе то в эпоху террора это 1793 94 год собственно говоря об этом мы сегодня и решили поговорить и я написала и теперь опубликовала на литрес свой роман апостола революции который как раз покрывает именно тот самый период этих самых людей о которых мы будем говорить сейчас вот вас собралось здорово много повторю что на террор я ожидал еще меньше чем на революцию так что я может быть кто-нибудь еще дойдет но я вас еще раз приветствую я еще раз вам вас хочу поблагодарить за то что вы присоединились к нашему разговору за то что вы ждали за то что мне подписали очень приятные для меня комментарии и так мы решили мы с вами остановились прошлый раз но на периоде когда вот та самая партия которую мы называем партией монтаньяров до сберет власть свергая партию жирандистов но говоря о терроре говорят о системе которые вот эти самые монтаньяры установили мне нужно забежать немножко назад итак мы сейчас начнем я сегодня набросала план вот план у меня есть я надеюсь что мы будем ему следовать и я все расскажу и расставлю по полочкам потому что эпоха сложная безумно интересная безумно интересная по накалу страстей и потому как но грубо говоря люди выживали до люди которые находились у власти они понимали что один неверный шаг тебя не просто снимут с должности тебя извините на гильотину отправят и про гильотину мы тоже поговорим и вообще вся вот эта вот идеология террора она вы даже слова появилась во франции до сих пор есть гильотинировать да тебя не казнят тебя дегильотинирует и вот это вот гильотины от несчастного гильотина на которого мы тоже сегодня очень скоренько посмотрим об этой самой гильотине мы тоже поговорим итак мы начинаем но начинаем мы не с лета 1793 года когда монтаньяры свергают жирандистов и остаются по сути дела единой и такой вот сильный правящий партии в революции мы вернемся к 10 марта 1793 года когда был создан орган я сейчас вам покажу его изображение как во время процесса над королевой просто потому что это самая удачная картинка революционного трибунала которую я нашла значит был создан орган который назывался чрезвычайный революционный трибунал вот я как раз закрыла королеву на самом деле бог с ней мы нам интереснее вот просто чтобы немножечко одеть наш эфир нам интереснее посмотреть на эту организацию значит такой чрезвычайный революционный трибунал как он работал зачем он был нужен кто его создал разгораются жаркие дебаты дантон их инициирует вот тот самый жоржа дантон который тоже пойдет кстати жертвой гильотины дантон инициирует создание трибунала который будет судить тогда они назывались враги республики потом их стали называть враги свободы враги нации а потом и станет звать врагами революции выразить и врагами народа вот чтобы мы не думали что слово враг народа был придуман слово понятие враг народа было придумано в сталинскую эпоху давайте скажем правду по слову враг народа при вы впервые прозвучала в речи Робеспьера как раз вот летом осенью 1793 года так вот революционный трибунал чрезвычайно революционный трибунал должен быть заточен должен был быть заточен только на расследование дел связанных с преступлениями против революции как если раньше во время королевской власти нас были преступления против республики то сейчас мы имеем преступление против революции значит революционный трибунал имел право рассматривать дела вене обязан был рассматривать дело одним днем решение которые выносились должны были выноситься либо смертная казнь либо человек невиновен и свободен то есть никакого третьего варианта не было таким образом революционный трибунал выносит либо смертный приговор либо отпускает но как правило конечно когда человек падает революционный трибунал он уже прошел какие-то инстанции мы об этих инстанциях тоже поговорим то есть он грубо говоря оказывается там совершенно не случайно так вот первое это решение принимается одним днем либо смертная казнь либо человек отпускает на свободу дальше конечно этого человека у подсудимого есть адвокат адвокат это очень важный потом будет во время в революции институт от которого в итоге откажется я думаю что я успею рассказать почему у него был адвокат и был общественный обвинитель прокурора посмотрите на картинку которую который перед вами прокурор сидит за столом прокурор он был единый и несменяемый я щас найду его изображение это звали его фукет-эн-виль это абсолютно знаете вот как угодно можно к нему относиться но этот руженик настолько труженик что он поселился в здании революционного трибунала которая находилась во дворце консержерии вот я вам сразу покажу тогда уж консержерии вот посмотрите две башни они нам собственно говоря интересны здание которое сейчас можно даже посетить сейчас эта часть верховного суда верховного суда французского но вот две башни у нас остались практически в неизменном виде вот центральные дальше от нас то есть как бы глубже в картину от вас по правую руку это у нас башня серебряная тур даржан именно в этой серебряной башни находились первые заседания революционного трибунала фукет-эн-виль жил над залом заседания жил вот в этой вот башни мы потом еще поговорим как жили революционеры они практически тоже дневали ночевали в ней на месте своей работы сейчас я подождите где у меня вот он фукет-эн-виль господи вот он значит антуан фукет-эн-виль был единственным на всю францию надо на весь париж да на весь париж общественным обвинителем то есть прокурором понятное дело сколько у него работы на каждого осужденного на каждого попавшего в трибунал были я эти досье в архивах видела вот такие вот досье вот такие я не знаю как он один конечно у него был штат но тем не менее на очень многих документах мы видим красным карандашом его пометки этот человек действительно работал он был абсолютно убежден в том что он делает благое дело у него были начальники к начальникам мы сейчас вернемся поэтому когда в итоге он тоже уже после того как свергают робеспьера и террор заканчивается пошла охота на ведьм и фукет-эн-вилля судили он его главный аргумент был ребят подождите я подотчетное лицо я чиновник мне чё сказали то я и сделал к этому мы тоже еще вернемся вот и что еще очень важно вот в этом вот трибунале это то что решение не подлежало апелляции то есть вот вас сегодня приговорили и очень важный момент вас сегодня же казнили трибунал начинал свою работу примерно в 9 утра казни проходили примерно в 5 на самом деле раньше потому что вы пикте кто были даже ну в париже в зимнее время вы поймете что к пяти уже такие полусумерки поэтому в зимнее время это в основном были 4 часа казни то есть к вечеру все все заканчивалось казни были на площади конкорд которая тогда называлась площадь революции вот как это выглядело я показывал это казнь короля это самая лучшая картиночка которая нашла все здания что вы видите они сейчас существуют это парк тюлери в глубине с левой стороны картинки у нас торчит здание министерства министерства морского флота морское министерство французское вот она на этой картинке на современном состоянии площади за обелиском как бы у нас гильотина справа немножечко правее по изображению по современной фотографии и так значит когда учреждалась вот этот вот закон о трибунале это потрясающая вещь и я понимаю что я наверное тяну время но это очень важно дело в том что когда обсуждался закон о трибунале жирнандисты вместе с монтаньярами жирнандисты когда были еще очень сильны но монтаньяры были куда более энергичны и они продавливали закон по первости когда начали обсуждать это было утро они обсуждали каждую запятую вот дебаты есть нас огромные сохранились больше ста тому в толстенных мелким шрифтом распечатка полностью всех сохраненных заседаний конвента они стенографировались так вот когда обсуждалась вот это вот вот этот революционный трибунал значит поначалу они за каждое слово цеплялись потом они уставали ну вот подумайте сами сколько вы можете заседать и дебатировать заседание закончилось три часа ночи они начали утром они закончили три часа ночи конечно там туда-сюда ходили уходили перекусывали возвращались они все обсуждают и обсуждают последние статьи они ватировали блоками не обсуждая они устали вот так вот прошел этот закон который жерандист вернё вот тот самый вернё о котором мы уже немножко говорили очень блестящий очень блестящий нельзя блестящий оратор один из самых знаменитых лидеров жерандистской партии он сказал такую фразу мы создаем вы потому что он был как раз противником революционного трибунала его создание вы создаете инквизицию хуже венецианской меня тогда еще поразил эта фраза я не понимала что такое венецианская инквизиция если меня вдруг слушают гиды извиняцы или из италии вообще то вы меня поймете значит чем отличался венецианской инквизиции от инквизиции допустим римской да или там не знаю испанской тем что венецианская инквизиция судила не ведьм она судила и не колдунов она судила политические преступления против венецианской республики то есть аналогия была образованного верню аналогия была совершенно верная и так первый этап революционный трибунал потом у нас происходит народное восстание против жарандистов жарандистов свергают и сажают в тюрьму так вот но до того как вот жарандисты пали вот этот трибунал был создан они сделали большую ошибку с одной стороны они совершили ошибку с другой стороны они создали очень любопытный прецедент вот посмотрите что получилось у них был противник очень яркий противник помимо робеспьера помимо дантона противником жарандистов которого они ненавидели был жан-поль марат друг народа издатель одноименной соответственно газеты который был очень ярким членом клуба кардильеров который грамя громил вот этих вот неспособных к управлению как он говорил вялых щепетильных слишком идеализирующих вот этот проявляционный процесс жарандистов он призывал к про правду он призывал к лужам крови до к морям крови вот он говорит давай сначала 5000 человек гильотинируем все будет хорошо потом давайте 10 потом давайте 20 чего-то и гоностановился 200000 по всей франции гильотинируем и все страна будет свободна от врагов вот но это другое сумасшествие так вот жарандисты сказали что мы подозреваем они написали как бы запрос в революционный трибунал надо судить марата за все те ужасы которым он призывает францию и марат прошел через трибунал его реально судили что здесь в чем здесь была ошибка первая ошибка была в том что марат из этого трибунала вышел живым невредимым и более того с полным триумфом его буквально вынесли на руках судьи его оправдали жарандисты которые инициировали этот процесс соответственно понятно да оказались дискредитированы абсолютно и вот чем повторюсь раз была ошибка в том что во первых они создали прецедент говорящий посмотрите ребята мы можем взять депутата марат был депутатом конвента мы можем взять депутата и отправить его в трибунал ни о какой депутатской неприкосновенности мы больше не говорим поэтому когда свергают жарандистов никакого сомнения было что с ними делать конечно же их судить как их судить конечно же их судить революционным трибуналом и вот этих всех 21 человека кое-кто из них сбежал из этой фракции жарандистской 21 человек были потом в октябре отправлены в революционный трибунал свергают их 1 июня 793 года и так первая ошибка в том что марат депутат вторая ошибка в том что марат выходят с триумфом тем самым жарандисты дискретировали себя но очень важная вещь которая потом нам будет очень нужна это из трибунала можно выйти живым в это верили абсолютно все кто там оказывался посмотрите жарандисты когда идут в трибунал они верят в то что они могут себя оправдать значит себя они не оправдывают но до того как жарандистов будут судить и мы сейчас к этому придем произошло убийство марата она произошла 13 июня 93 года то есть просмотрите через две недели после свержения жарандистов и получается что вопрос кто кому было выгодно кто убил марата кому было выгодно убить марата до сих пор остается открытым дело в том что официальная версия конечно шарлотта кардэ молодая девушка которая садила в него нож была связана жарандистами она приехала из тех департаментов где были беглые жарандисты беглые жарандисты накрутили ее там молодую 20 19 даже летнюю девочку она приехала она вошла в полирояль она купила вот в этих вот магазинах полирояля нож магазин существовал до 79 года где шарлотта кардэ купила свой нож и она этим ножом пришла и зарезала марата никуда она не бежала ее схватили ее судили трибуналом где и казнили мы сейчас тоже к этой истории с ее казни вернемся и она стала героиней реалистов она марат стал героем мучеником который потом был погребен в пантеоне мучеником революционеров большой вопрос который я задала себе когда писала диссертацию который я потом поняла что я сдала себе не одна это кому было выгодно убийство марата жарандистам было уже совершенно плевать это очень было выгодно робеспьеру так что благодаря тому что марата нет робеспьер под не популярность робеспьера поднимается довольно серьезно и робеспьер входит его здесь мы приступаем к следующему этапу робеспьер входит вместе с другими 14 12 против членами состав комитета общественного спасения орган который был уже до этого который взял в итоге полностью власть назвав себя практически ну являясь практически главным управляющим органом франции того времени он подчинялся национальному конвенту но все его члены все 12 человек были членами конвента они должны были избираться каждый месяц переизбираться но вот этот вот человек бертран баррер который входил в комитет общественного спасения который был одним из его ярких членов который практически был его рупором у него это официальная была его должность рупор он не ленился каждое 30 число месяца он сходил на трибуну конвента и говорил ребят депутаты ну вы же понимаете у нас чрезвычайное положение мы отечество в опасности до к нам а в чем опасность опасность том что нас враги внутри шпионы реалисты у нас гражданская война до ван да и британии у нас с юга нас поджимают австрийцы с севера нас поджимают пруссаки и австрийцы то те же пруссаки и австрийцы поджимают нас с востока вот страны страсбурга да то есть франция практически входят в оккупацию то есть битва была уже на территории франции потом только стали отбрасывать нам нечем кормить народ у нас инфляция вот вы представьте себе они сдали ассигнаты такие вот небольшие бумажки как наши денежки да значит у меня эти ассигнаты несколько штучек они продаются потом 10-15 евро их можно на развалах у бикинистов часто купить они ну вот здесь 15 евро они стоят значит такая маленькая бумажка написано вот на моей бумажке она у меня дома я вам не показала на париже на ней написано 2 ливра в эти эти два ливра а это была одна из самых там было еще 10 ливров и по-моему это было все потому что инфляция пошла такой что у них цены пошли 10 тысяч ливров 30 тысяч ливров меньше 10 5 место 10 15 и они эти ассигнаты даже резать перестали они их рулонами носили вот один депутат франсуа шабо он получил взятку от реалистов они хотели вас компрометировать дали ему взятку а потом разгласили они на весь на весь конвент да то есть эта цель была не ему заплатить за что-то цель была просто его дискредитировать и он принес рулон он взял рулон денег да вот это вот история она конечно сразу нам показывает насколько обесценились деньги насколько пошла инфляция то есть страна действительно в опасности и баррер объясняет давайте вам продлим полномочий комитет давайте продлим мы не будем лишать тех членов которые уже в работе возможности продолжать управлять страной вот так у нас сформировался вот тот самый комитет общественного спасения который мы называем великим значит в нем 12 человек я вам покажу только некоторых самых ярких которых мы будем поняли бертра на баррера вы знаете руби sphiero вы знаете у них не было председателя не будем думать что руби с пелл был председателем комитета общественного спасения это не так председателю у них у них не было но были более авторитетные люди каждый человек занимался той или иной сферы деятельности они контролировали министров и другие комитеты которые были под ними комитеты предоставленные комитеты военные причем внутри своих самих комитетов были еще комиссию то есть довольно Франция была страна бурократов до сих пор, она таковой была во время революции, ничего тут в данном случае не изменилось. Итак, Робеспьер, Сен-Жост, парню 25, потом будет 26 лет, он среди самых ярких членов и потом стал одним из претендентов на то, что будет дальше. Лазарь Карно, организатор побед, Лазарь Карно, дедушка президента Франции, будущего президента Франции Сади Карно, благодаря этому Лазарь Карно находится сейчас в Пантеоне. Жорж Кутон, Кутон был инвалид, он сидел в инвалидном кресле, я его называю первой из вот таких вот очень полит, ну депутатов, вызывающих на политкорректность. Каждый раз, когда к Кутону обращались как-то непочтительно, он говорит, вам не стыдно, вы разговариваете с человеком, который наполовину в могиле, да, то есть он использовал вот эту вот свою инвалидность, как еще и политический аргумент. Сюда входили два брата-акробата, они, конечно, не братья, вот они, мне кажется, они даже внешне похожи. Два пьянчушки-гуляшки, вот, но довольно, кстати, энергично, их довольно любил народ. Вот перед вами Био Варен и Каладербуа. Вот, я понимаю, что здесь идет хаос лиц, да, поэтому я сейчас перейду уже к интересным фактам. Я обещала про Галитина, и мы по ней поговорим буквально через минуту. Был еще один комитет, мы его упоминали, значит, вот там уже был председатель, просто потому что он был самый авторитетный из всех. Марк Гиом Вадье, один из самых старых революционеров, если всем ребятам, которых мы только что упоминали, было максимум, там Барреру было, он был довольно взрослый, ему было 39 лет. Марк Гиом Вадье было за, ему было почти 50, ему было 48, по-моему, или 49. Дальше, там же был, вот, я думаю, это имя вас сильно удивит, в полицейском комитете, который занимался тем, что, который занимался тем, что, не сбивайте меня, тем, что делал, создавал репрессии, да, то есть тем, что занимался политической полицией. В этом комитете мы видим Давида, художника, который вот написал, в том числе, эту картину «Смерть Марата», которую мы только что видели. Значит, также здесь был Давид, кстати, личный друг Робеспьера, еще один личный друг Робеспьера и сын Жуста, это Филипп Леба. Значит, Филипп Леба и Давид, как они говорили, они были посланы в комитет общей безопасности для того, чтобы шпионить там, за их решениями по, на Робеспьера, да, по инициативе Робеспьера. И правая рука Вадье, это Антуан Андре, простите, господи, это Андре Амар, Андре Амар, который был, ну, скажем так, главным рупором комитета общей безопасности на трибуне конвента, да. Вот это вот несколько человек, которые играли, в основном, это Вадье Амар, самую активную роль вот в этом вот репрессивном комитете. Итак, как была устроена эта система? Значит, допустим, мы говорим о врагах народа, мы говорим о законе, который был принят в сентябре 93-го года. Это закон, который так и назывался, закон о подозрительных, закон, который говорил, собственно говоря, кого мы судить-то в трибунале будем. Значит, кто у нас является вот тем самым врагом революции. Значит, врагом революции у нас являлись. Замечательные два определения, которые нам совершенно понятны. Это иммигранты, которые вернулись. Сдуру. Зачем они вернулись, не совсем понятно. Вернее, те, кто сбежал до, еще до того часто, как, когда казнили короля, до того, как даже свергли монархию. Потом они, как, например, мадам Дюбари, которая оказалась на гильотине в ноябре 93-го года, была казнена. Она, это бывшая фаворитка короля Людовика XV, она явилась после, она явилась из иммиграции, чтобы продать свое имущество. Она умотала очень быстро, она уехала уже в июле после взятия Бастилии сразу же 89-го года. Она прожила в Англии все, что она могла прожить, все, что она взяла с собой из недвижимого имущества. И она думает, ну, она немножко блондинка такая. И она думает, я вот сейчас вернусь во Францию, я продам свое поместье, и после этого у меня будут деньги, и я на них снова уеду. Она приехала продать поместье, ну, ее подоносы, ее бывших слух, и сцапали. Вот, ее судили, ее казнили. И, значит, она попала вот под этот закон вернувшихся иммигрантов, которых, в общем-то, здесь никто не ждал. Следующий закон, бывшие аристократы. То есть, вы сами понимаете уже, что вот это понятие подозрительное, то есть, это люди, которые подозреваются в том, что они совершат какие-то действия. Значит, направленные против, естественно, против республики, против революции. Они еще ничего не сделали. Помните этот фильм с Том Крузом, как называется «Особое мнение», где можно было в будущем, в таком футуристическом будущем, да можно было понять, кто, известно уже было заранее, кто совершит преступление. Им не давали совершить преступление, их арестовывали, наказывали до того. И они кричат, подождите, ребята, мы же ничего не сделали. Данным годом, нет, 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 мы таким образом очищаем общество от возможности вообще убийства. Мы вас наказываем до того, как. Вот, примерно то же самое мыслили французы 200 лет назад. Давайте накажем тех, кто еще не совершил преступление, но точно его совершит. Потому что, ну как бывший аристократ, который все потерял, который потерял земли, который потерял титулы, который потерял свою прекрасную, беззаботную жизнь, как бывший аристократ может любить революцию. Он же нам, он же нам будет портить жизнь, вот как только ему представится возможность, он это сделает. Зачем ему давать это делать? Его отправляют сначала в тюрьму, но потом судят их в тюрьму. И замечательная формулировка, я не могу себя отказать в удовольствие, я ее скажу. Значит, две категории подозрительных, проявляющие симпатию к тирании, вот проявляешь ты симпатию к тирании, ну вот каким образом, да каким угодно. Да, ты можешь сказать, да здравствует король, ты можешь сказать, ой, что-то у нас, знаете, что-то у нас хлеба нет. А, ты думаешь, что при тиранах было лучше, ты нас осуждаешь, ты нас критикуешь. И четвертый, да, значит, у нас иммигранты, бывшие аристократы, проявляющие симпатию к тирании, и вот это мое любимое, не выказывающие преданности революции. Чуть-то давно не говорил, да здравствует Робеспьер, да, или да здравствует республика, что-то мы тебя не видели там на заседаниях клубов. Ага, подозрительный. Значит, на самом деле эти понятия, они были потом расширены, и в том числе, например, и вот это очень важный момент, я хочу на нем остановиться. Террор решал многие вопросы, связанные именно с неисполнением закона. Значит, революционеры, которые мы говорим, оказываются в абсолютных дебрях, не зная, куда им двигаться и как вырулить вот эту страну, которая не знает, как ей себя напитать, значит, накормить, да, как отбросить врага с границ, как построить армию, когда все офицеры сбежали. Вот так у нас появляются молодые генералы, да, из сержантов там или из солдат, из младших офицеров выскочившие. Но в то же время революционеры понимают, что можно, например, законом ограничить какую-то вещь, например, хотя бы, чтобы люди не голодали. Ну, к примеру, давайте сделаем так, чтобы буханка хлеба, укажем, закон, что не должна стоить, я от балды даю цену, один франк. Вот стоит, должен там багет стоить один франк. Булочник говорит, не, ребят, постойте, один франк мне невыгодно, мне хотя бы за два бы его продать. Значит, хотя бы за два франка. Говорит, нет, если будешь продавать за два франка, у нас не все смогут за эти два франка, это твой хлеб купить. И тогда что делает булочник? Приходишь к нему в булочную, нет у него хлеба. Нет, на прилавках пусто. Извините, не сделал. Акферин, ну, хлеб есть, если хочешь за однего хода, я тебе за два франка его продам. Вот такие люди назывались спекулянты, которые продавали, вот, грубо говоря, там, ну, условно говоря, на черном рынке, по тем ценам, которые были им выгодны, которые не входили вот в этот вот прескурант максимальных цен. Что делали с такими людьми? Они являются саботажниками, да, они саботируют законы революции, они мешают внедрению вот этого вот всеобщего благополучия. И за буханку хлеба, грубо говоря, проданной в два раза дороже, тебя отправляют на гильотину. Но вот только вдумайтесь, вот, если, хорошо, ну, один раз, одного булочника, другого, третьего, сколько нужно булочников, чтобы стало понятно, что оно может рисковать-то не надо. Вот так получилось, что булочники перестали продавать цены, перестали продавать тот же самый хлеб там, да, и вот продукты первой необходимости по тем ценам, которые им указывали. И, то есть, получается, что террор помог, вот, помог соблюдать закон. И когда революционеры это поняли, они, конечно, обалдели, они обрадовались, да. И вот здесь вот мы переходим к следующему моменту. Это как была организована вот эта вот система террора, которая действовала практически целый год, с лета 793 по лета 94 год. Значит, для того, чтобы вас арестовали, у вас должно быть две вещи. Либо на вас должны были сделать донос, либо в наблюдательный комитет вот того городка, или если мы говорим про Париж, то секции парижской, да, это вот как сейчас примерно округа, но просто секции было немножко больше, чем сейчас округов. И вот этот наблюдательный комитет вас арестовывает, и ваше дело отправляется в комиссию по уголовным и гражданским преступлениям. Значит, комиссия рассматривает это ваше дело. Если они понимают, что за доносом что-то стоит, они отправляют это дело в комитет общей безопасности. Я говорю и про историю в Париже, и про историю во Франции вообще. Значит, в комитет общей безопасности, который занимается репрессиями, он разбирает дело, и если понимает, что да-да-да, все действительно уже совсем плохо, это действительно человек заслуживает понятия, да, подозрительный или даже враг народа, его отправляют в революционный трибунал. Ну, посмотрите, сколько стадий прошло, да, наблюдательный комитет, ну, блядь, и комитет, скорее, больше не расследование, а именно исполнение вот арестов по доносам. Дальше комиссия по гражданским уголовным преступлениям, дальше комитет общей безопасности. И приходит все это вот к Фукет-эн-Виллю, к одному единственному на всю, на весь Париж человеку. Ну что, он будет разбираться, что ли? Он потом и говорит, ребят, ну извините, вот смотрите, ну, комиссия посмотрела, комитет одобрил, ну, когда они ко мне-то попали, ну явно, что уже голубчики-то виновные. Поэтому, конечно, заседание собирали много, большие группы людей, причем чем дальше, тем больше, и по пять совместных, люди незнакомые совершенно друг к другу были, собирали их как бы в одну группу. Потом это было 50, потом это было 80, да, вот, больше 80 не было. И потом вот был единственный большой процесс, который вынуждены были разделить на три части, потому что 180 человек за раз они судить не могут, они разделили на три части, там, по 50 с небольшим, и потом вот 70 человек. Так вот, он говорит, ну, смотрите, сколько прошло. А с другой стороны, посмотрите, какая была логика. Попадает из наблюдательного комитета вот в эту вот комиссию уголовных и гражданских преступлений. Они завалены работой, там их тоже тех же, там, 5-6 человек. Они говорят, господи, слушайте, за нами комитет будет, потом трибунал будет, да разберутся они там. Давай сразу в комитет, да. Помним ту логику, о которой мы говорили в прошлый раз. Лучше перед нами 10 человек, да, один виновный, 9 невиновных, давайте лучше всех в трибунал, там разберутся, да. Значит, комитет спасения, комитет безопасности говорит, ребят, ну, слушайте, ну, комиссия уже посмотрела, потом трибунал разберется, ну, давай, ну, как эти 14 человек могут все французы обработать. И вот так получается, что, по сути дела, если вы попали в эту мясорубку, в эту систему, действительно, вас остротили донос, вы, скорее всего, не выберетесь. Но, поскольку французы отменили пытки во время революции, навсегда, кстати, французы после этого отменили пытки, то без признания, сейчас вспомним Сталина, без признания обвиняемых они вполне себе могли. Королевское правосудие пока нет признания, не судило, поэтому пытки были всегда. Революционное правосудие без признания могло. Поэтому, значит, нужен был единственное, твое слово, как обвиняемого, который говорит, не-не, я вообще ничего не делал, нужно было второй донос, чтобы два свидетеля против тебя одного. Где найти второй донос? И вот тут вот, на всякий случай, у комитета общей безопасности, который, я хочу поставить вам в воде, потому что его мало знают, это очень обидно, у комитета безопасности были свои люди, которые сидели по тюрьмам, которым платили. Кстати, у обоих комитетов были секретные кассы, которые они могли тратить, как хотели. И, кстати, никто из членов, не практически, а никто из членов богато не жил, хотя они получали довольно серьезные деньги, но у них просто не было времени их тратить. Никто кассу особо не воровал, они тратились на шпионов, они реально тратились на шпионов, и они реально тратились на агентов, и они тратились на тех, кого называли мутон, да, по-французски это баран, которых сажали в тюймы, или овца, и которые там сидели и строчили доносы. И вот поэтому просто я хотела вам рассказать несколько интересных историй о том, вообще, как эта система, где она давала сбой, а сбой-то она, конечно, давала, потому что слишком, вот как ни говори, да, мы говорим административный чиновничий аппарат, но все-таки на то количество людей, которые должны были приходить через эту машину, было слишком мало, конечно, сотрудников вот этой вот революционной полиции. Поэтому бывали случаи, когда действительно система давала сбой, и вот один из таких случаев, просто вдумайтесь в эту фразу, был революционный, был тюремный заговор, который судили вот как раз вот этот вот 180 человек, разбитых на три дня процесса, это огромный процесс, он был уже весной 1994 года, когда гильотина работала совсем в полную мощь. Как получилось? Там сидел человек в этой Люксембургской тюрьме, Люксембургская тюрьма находилась, сейчас я вам покажу, где это, Люксембургский дворец, совершенно роскошный, сидели там, тоже, кстати, неплохо, потому мы можем увидеть, сейчас я вам покажу изображение, это, вот, это Александр Багарне, муж Жозефины, который сидел в Люксембургской тюрьме, вот вид у него был на Люксембургский парк, посмотрите, как он сидит, вот, грубо говоря, когда герцоги-орлянские это покинули, Париж, оставив Люксембургский дворец на волю революции, то вот там сделали тюрьму, и они даже мебель оттуда не выгрузили, поэтому кому доставалась столовая, кому доставалась какой-нибудь бодуар, вот, от Александра Багарне мы видим, что у него комната под, под, мансардная, мансардная практически, да, под потолком, вот виденоскошный потолок, то есть у него типа такой более служебный, прислуженный этаж, вот, ему, скажем так, не очень повезло, вот, мог бы сидеть и в более роскошных помещениях, в то же время были, конечно, другие тюрьмы, где жилось не так сладко, я не буду говорить, что все революционные тюрьмы были роскошные, но именно вот Люксембургская тюрьма, это была тюрьма роскошная, туда сажали самих революционеров, кстати, и туда, когда началась политическая борьба, и туда сажали марочных заключенных, в том числе Александра Багарне, так вот, этот самый доносчик, который сидел в тюрьме, он должен был написать второй донос, он написал потрясающий донос, только вдумайтесь, и самое главное, потом этот донос пошел как обвинительный акт в революционном трибунале, на полном серьезе, донос следующий, заключенные Люксембургской тюрьмы в количестве 181 человек, 187 человек, желают, да, пытану их за попытку сбежать из тюрьмы, для чего, только послушайте эту формулировку, для того, чтобы напасть на депутатов конвента, вырезать у них сердца, зажарить их и съесть, вот я скажу вам так, я прекрасно понимаю, как был написан этот донос, он реально не врет, он реально не врет, он сидит, его цель подслушивать разговоры, и затем их переводить на бумагу для своих начальников в комитете общей безопасности, вот вы сидите, вы бывший аристократ, у вас все отняли, вас посадили в тюрьму, вас как овечек, вот как одноглазый циклоп, полифем Одиссея с его товарищами, они, кстати, это не моя формулировка, это формулировка аристократов того времени, вот, пожалуйста, вам, да, приходил человек, собирались все каждый день, в каждой тюрьме собирались все заключенные в единой комнате, приходил человек с бумажкой и по списку вызывал тех, кто будет отправлен в консержири, вот я вам ее показывала в самом начале, знаете, как вот действительно, вот сколько из одной тюрьмы, там сегодня 20 человек, из другой тюрьмы, там два человека, как получится, у них были ранее составные списки, сначала их осужденных переводили в консержири, через несколько, если тебя перевели в консержири, и консержири называлось приемные гильотины, то значит, скорее всего, через несколько дней тебя будут судить, кроме исключений, о которых я сейчас тоже скажу, вот и они сидели ждали, так вот аристократы, например, в лексимбургской тюрьме, конечно, они сидят, они разговаривают, они все могли друг с другом общаться, их запирали на ночь только вечером, они могли перемещаться внутри тюрьмы, вот они даже устраивали салоны, они устраивали музыкальные вечера, мужчины спасали женщин, вы сейчас догадаетесь, как я даже не буду здесь пошлить, мужчины спасали женщин тем, что вступали с ними в отношения, потому что беременных женщин не казнили, пока они не разрешатся от бремени, поэтому, грубо говоря, учитывая, что весь террор в итоге длился 12 месяцев, те, кто беременел в тюрьме, женщины, они этим были спасены, их головы были на плечах, вот, и таким образом, они сидели, общались, и вот, скорее всего, я не сомневаюсь, что аристократы, образованные, довольно, кстати, остроумные в большинстве своем люди, сидели и шутили, что вот я бы сейчас зажарил бы их сердце, бы и съел, но вот отсидел все тщательно записывал, а потом это стало обвинением в революционном трибунале, теперь вот несколько занимательных историй, чтобы опять-таки понять, что система была действительно, скажем так, сложной и разной, вот у нас есть, например, совершенно потрясающий случай, вот я писала последний пост, кто не видел предпоследний, кто не видел, можете потом посмотреть, про историю Жуяны из Тулуза, я повторять здесь не буду, это был депутат, которого пришли арестовать, он очень легко смылся из квартиры, но пришел на него арестовать человек по имени Асселен, это был госслужащий, который помимо того, что он занимался вот тем, что был, ну он должен был описать, да, описать имущество, сделать обыск и описать, что там, подозрительные документы, какие у этого Жуяна есть, значит, к нему пришли с обыском, Асселен это жандарма возглавлял, он их расставлял, то есть он был главным человеком, который упустил вот этого самого депутата, помимо того, что он зарабатывал так, Асселен еще был лавочником, у него был небольшой бутик, галантерейка такая, как бы на сие, галантерейщик он был, и он сидя, значит, его арестовали, естественно, за попустительство, и за то, что он, может быть, ему за деньги дал сбежать, ничто не исключало, этого, его арестовали, и он сидя несколько месяцев в тюрьме, потом в итоге его казнят, он написал прошение в комитет общей безопасности, примерно в таких выражениях, ребят, у меня дело там стоит, бутичок-то мой должен функционировать, жена одна, у нее там четверо детей, она не справляется совсем, вы мне можете давать, выходить из тюрьмы раз в день, для того, чтобы я мог улаживать, раз в неделю, простите, для того, чтобы я мог улаживать свои дела в бутике, и чтобы вы думали, ему разрешили, человек выходил из тюрьмы раз в неделю, по четвергам, занимался бухгалтерией своего бутика, и после этого каждый вечер он в эту тюрьму возвращался, вопрос почему, да, ну, во-первых, с таким семейством ты не сбежишь, то есть, видимо, он понимал, что он все-таки, ну, куда ему бежать, а во-вторых, у него действительно, и очень многих крепла вот эта вера, революционный трибунал, не конец, революционный трибунал, оправдывает, он оправдал Марата, судьи-патриоты, судьи послушают меня и оправдают, эта вера держалась очень долго, до того момента, когда казнили Дантона, вот после Дантона стало понятно, что, скорее всего, оттуда выхода нет, потому что, если можно казнить Дантона, то, извините, можно казнить каждого из вас, но к этому мы скоренько придем, так, гильотина, так вот, главный вопрос, который остается на повестке дня, это, есть ли вероятность, что без гильотины, я сейчас вам гильотину, конечно же, покажу, значит, у меня есть две картинки, одна вот эта, это макет, вот, а другая, будет чуть попозже, значит, на самом деле, сразу предверяем, может быть, вопрос, гильотина, есть ли гильотина сейчас, вот революционная гильотина есть, именно революционная, именно времен французской революции, она есть, и она находится в городе Люксембург, в музее, краеведческом музее, историческом музее города Люксембург, находится настоящая гильотина 1795 года, это не та, которая была в Париже, но тем не менее, значит, сейчас мы вернемся как раз к ней, значит, вопрос следующий, если бы не гильотина, был бы возможен массовый террор, было бы возможно в день там убивать по, давайте скажем, даже 8 человек, не говоря там о 80, и ответ скорее всего нет, потому что без вот этого вот механизма, палач, а это известный факт, я вам сейчас говорю не свои факты, я вам говорю выкладки, которые были сделаны людьми, которые именно вот в этих вещах, в технических вещах понимают, значит, палач может отрубить физически 3 головы за раз, и то разные палачи бывают, например, тот самый Сансон, который рубил голову именно на гильотине во время революции, он из династии палачей, то есть он был не первый палач в своей семье, вот, и он был очень неудачливый палач, о нем шутили, что гильотина сделала, ну, помогла его карьере, потому что иначе бы его, наверное, выгнали из этого мастерства, потому что он рубил головы до этого довольно неумело, вот, значит, палач может отрубить 3 головы за раз, что может гильотина, значит, вот это вот изобретение, которое очень ошибочно, приписывают вот этому вот человеку, которого зовут доктор Гильотен, это действительно ошибка, на самом деле гильотина была создана двумя людьми, это доктор Шмидт, я не покажу вам в сфотографии, потому что у меня их нет, вернее, доктор Луи, Антуан Луи, и Столлер Шмидт, который технически эту гильотину сделал, была она испробована вот здесь, это пассаж двора Сент-Андре-де-Зар, теперь он выглядит вот так, он в Париже есть, его можно посмотреть, там даже есть мемориальная доска о том, что гильотина была испытана здесь, и доктор Гильотен был личным другом Антуана Луи, автора гильотины, и доктор Гильотен по просьбе Антуана Луи сделал доклад в законодательном собрании о том, что еще до свержения короля, о том, что посмотрите, какая гуманная машинка, во-первых, не требуется в участии палача, да, палач, вот посмотрите на этом изображении, у нас с правой стороны видна веревочка, значит, веревочку освободи, меч, нож, нож сам упадет, значит, нож весит, вот эта вот вся конструкция, которая падает, она весит, в зависимости от гильотин, гильотин же много было, да, довольно, кстати, легкая, легко собираемая конструкция, она, он весит от 62 до 68 килограмм, падает он примерно, ну плюс-минус, но мы скажем среднее, с высоты двух с половиной метров, значит, это вот 68 килограмм падает в двух с половиной метров, ну, скажем так, вот те, кто правильно считает эти вещи, они посчитали следующее, это примерно как 5 тонн упадет с высоты двух сантиметров, бум, все, поэтому гильотину, в принципе, даже не надо было затачивать, ее точили периодически, но ее можно было использовать, вот, например, когда казнили сторонников Робеспьера, на следующий день после свержения Робеспьера, казнили за раз 101 человек, это самая большая казнь на территории Парижа была, 101 человек был казнен, значит, они отрубили 101 голову без какой-либо заточки, все прошло гладко, проходило иногда негладко, когда вот этот, поэтому отсюда идет этот ритуал, срезали у мужчин рубашки, у женщины, у мужчин, у кого были более длинные волосы, срезали волосы, потом эти волосы шли на сувениры, часто в те или иные семьи, и таким образом никакого препятствия не было, да, у нас были случаи, когда восстание в Лионе, они казнили своего представителя в миссии, и он, они его прямо в одежде туда запихнули, да, это вот восставшие против революции, контрреволюция восстала в Лионе, они запихнули его туда прямо в одежде, и ему несколько раз опускали нож, и он не проходил, то есть он прямо действительно оказался мучеником в своей революции, как мучеником свободы, как его потом называли, вот, но тем не менее, то есть в принципе машина действует безотказно, а вот дальше начинается самое интересное, дело в том, и эти документы я уже видела собственными глазами, и вопрос, конечно, у меня возникал, как он в принципе возникает у каждого, кто этот документ увидит, а именно, в один прекрасный момент, Палач написал запрос в комитет общей безопасности, который отвечал вот за эти все дела, сказав следующее, вы знаете, у нас корзины, каждый день дырявятся, значит, нам нужно каждый день новые корзины, потому что до этого была положена одна корзина на 10 дней, вот, ну, на 9, потому что 10-й день не казнили, у них был отдых, каждые 10 дней у них был выходной день по новому календарю, значит, 9 дней казнят на 10-й не казнят, и повернулась, что вот корзина на 9 дней, и он говорит, нет, давайте-ка мы каждый день, они все дырявые, кем они были продырявлены, очень хороший вопрос, с кем они были продырявлены, чем или кем, и вот тогда начинается вот эта вот дискуссия, которая на самом деле продолжает, я бы сказала, даже до сих пор, у врачей, я однажды, у меня была однажды туристка, которая была, у которой она была уже на пенсии, но она была нейрохирург, и я ей задала этот вопрос, я говорю, а сколько может жить отрубленная голова, потому что именно это волновало, знаете, когда палач вам рубит, ну, вам, не дай бог, когда палач рубит голову, он там может ударить по чему угодно, вот, там вырубается все, а вот гильотина режет так аккуратненько, что у нас сохраняется полностью головной мозг, и кровообращение внутри этого головного мозга, оно может сколько-то функционировать, если у меня сейчас есть врачи, вы чего-нибудь мне напишите по этому поводу, кстати, вот, и получается, что, вот я спросила у этой вот своей туристки, замечательной, и она мне сказала, я говорю, может ли такое быть, что головной мозг живет отдельно, а она говорит, может, может, но недолго, сказала она мне, а теперь внимание, нейрохирург на пенсии, от 7 до 12 минут, я такая, чего, потому что во время революции у них были эти дискуссии, они упоминали примерно те же цифры, кстати, только они думали от 7 до 12 секунд, вот, минута, это, конечно, как-то жестко, и эти дебаты велись довольно, кстати, активно, и в том числе в них участвовал вот доктор Кабанес, довольно знаменитый врач того времени, он и психиатр, он и, ну, тогда нейрохирургии не было, конечно, он был хирургом тоже, и он даже потом написал трактат, уже после того, как террор закончился, а гильотина оставалась, напомню, но я думаю, что многие знают, главным способом приведения смертного приговора в исполнении во Франции, вплоть до 1980 года, когда казни смертные были отменены, последняя казнь на гильотине, я боюсь соврать, по-моему, я реально боюсь соврать, по-моему, в 78-79 году было, вот, может быть, немножко раньше, кстати, и, но тем не менее, да, то есть 200 лет, условно говоря, гильотина была главным способом смертной казни во Франции, и доктор Кабанец после террора написал трактат, где как раз говорил вот об этой вот проблеме, и он сказал, знаете, ребята, вам вообще эти дебаты нужны, вы понимаете, что сейчас вот это все слушают родные тех, кто на гильотине был казнен, соответственно, им это все читать надо или нет, и вот как бы из этических соображений это ушло, потом, когда Дюма, потом, когда ГИГО будут вступать в дебаты вокруг о смене смертной казни, они, кстати, эти аргументы тоже будут применять, то есть, таким образом, можно сказать, что вот эта вот история о том, такая ли гуманная эта машинка, она, кстати, не закончена, и работы об этом пишут, пишут до сих пор, вот, но, тем не менее, вот то, что мы сейчас говорим, да, о смертной казни, о политике террора, как вообще вот сами революционеры, чтобы мне уже закончить красиво, как сами революционеры воспринимали эту историю, на самом деле, давайте скажем так, вот до сих пор даже изучая революцию, потому что французы все-таки свою революцию любят, в школе они ее изучают, и как-никак они понимают, что она внесла во Францию очень много, но она сделала Францию современной страной, она очень много принесла, в том числе, на общее, ну, мировое достояние, да, в том числе, кстати, и в понятии судебного производства, но, тем не менее, вот этот террор, он им, конечно, мозолит глаза, то есть, что такое было террор, зачем, ну, насколько он был необходим, когда мы видим реализацию, мы понимаем, слушайте, они страну накормили, они войны выиграли, они реально войны выиграли, они отбросили всех врагов за меньше, чем год за границы Франции, они действительно перестали, перестали нуждаться, вот, перестала инфляция, они остановили вот этот вот процесс, когда деньги, которые обесцениваются до бесконечности, они остановили голод, потому что, в принципе, каждый зарабатывал столько, чтобы купить те товары, которые, которые продавались, товары первой необходимости, конечно, мы про товары роскоши абсолютно не говорим здесь, и, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, слушайте, ну, у нас такие идеалы, что же вы с этими идеалами сделали, и вот, давайте теперь перенесемся в голову революционеров, на самом деле, абсолютно все революционеры понимали, что то, что они делают, это тяжко, то, что они делают, что здесь дискредитируют революцию, что террор в, если бы террор проводился, а бы кем, оправдывали они сами себя, то, конечно, он был бы преступлением, но террор проводится людьми, порядочными, честными, высоко моральными, и вот здесь, вот это поведение Робеспьера и его авторитет Робеспьера, я не успела опять, но я на самом деле себя теперь не очень корю, потому что я посмотрела, что практически все прямые эфиры про большие темы, они никогда не укладываются в час, и это, наверное, нормально, я сохраню эфир, да, обязательно, я обязательно его перенесу в YouTube, на свой канал, который есть у меня в шапочке профиля, там как раз прямая ссылка есть, вот, и я, наверное, все-таки сделаю так же по персоналиям, и по образу жизни революционеров еще один, потому что, ну, в принципе, почему нет, вот, если есть интерес, если вы, кстати, напишите, я почитаю, вот пока мы здесь идем к завершению, есть ли смысл продолжить вот эту тему, уже говоря не про ужаса террора, а про именно тех людей, как они в этой системе жили, и как они в этой системе выжили, потому что мы опять не проговорили, есть спасибо, Оксана, в тебе-то я не сомневалась, вот, если, как бы мы тему-то не завершили, по сути дела, потому что главный вопрос этой темы, это еще тот, который, что в террор легко войти, в террор легко выйти, как можно, один, надо продолжать, хорошо, вот, ну, спасибо, да, за поддержку, я, я поняла, спасибо большое, вот, как выйти из этого террора, мы сейчас этой темы не коснемся, потому что она, она, наверное, не на час, на час это будет скучно, потому что это будет уже одно и то же, но тема, на самом деле, увлекательная, потому что они запутались реально во всем, то есть они не понимали, как, ну, вот они вошли, это работает, а теперь из этого надо выйти, чтобы вернуться к нормальному состоянию, так вот, насчет нормального состояния, что есть нормальное состояние для вот этих эволюционеров, что есть, поясни, я вот тебя приближаюсь, чтобы посмотреть по времени, что есть цель этих эволюционеров, цель этой революции, это возвращение к нормальному режиму, к режиму Конституции, Конституция была принята, значит, Монтаньяры, как только они журналистов прогнали, они принимают Конституцию, Конституция 1793 года, она была принята очень на скорую руку летом, принята, и, в принципе, эта Конституция жить не может, она функционировать не может, она, и они даже говорили, современники, что эта вывеска, рекламная вывеска на витрине магазина, она, это не руководство к действию, но эта Конституция, не хотите сделать еще эфиры про следующий этап революции, не, про следующий не буду, после того, для меня революция кончилась, это как для левых историков кончилась история генерала Бонапарта, они считают, что умер у нас Бонапарт 18-го премьера 1799 года, когда стал первым консулом, вот, все, революционный генерал у нас скончался, вот для меня революция скончалась, директория для меня не революция, а безобразие, куда больше безобразия, чем террор, если честно, вот, поэтому после террора я не буду делать эфиры, я буду делать эфиры до или во время, ладно, не обижайтесь, потому что это действительно тема, которая мне, мне неприятны люди, которые работали вот в этот период директории, мне реально они неприятны, вот, если хотите, физически, да, я их не уважаю, я их не уважаю, я их не ценю, я их прекрасно понимаю, вот, и мне неприятно ими заниматься, поэтому не буду, вот, извините, так вот, говоря про, говоря про, я забыла, что я хотела сказать на самом деле, ладно, проехали, я потом немножко позже вернусь, вот, мы сейчас будем заканчивать и буквально несколько историй, чтобы просто закончить на позитиве, давайте поговорим немножко про позитив, вот, поскольку система давала порой сбои, и давала, кстати, она их довольно часто, то у нас были истории, вот я на этих красивых историях и хочу закончить, например, у нас была история вот этой замечательной женщины, назвали ее Адриена де Нуай, потом она стала маркизой Лафаэто, она вышла замуж за того самого маркиза Лафаэто, который, собственно говоря, эту бучу начал, а потом из страны сбежав, оставив жену и дочь, ее, естественно, тут же арестовали, как жену подозрительного, вот, и тогда Робеспьер получает письмо от Вашингтона, президента Соединенных Штатов Америки, который был личным другом, естественно, Лафаэто, и который, кстати, снабжал французскую революцию деньгами, единственная страна, которая была с Францией в тот момент, в тот момент, да, я сделаю про процессы, я сделаю обязательно про процессы, конечно, правда, вот, та страна, как про Д'Антона, это очень интересная история, правда, вот, Д'Антон, процесс Д'Антона стоит часа, это правда, это песня, это шоу, в нескольких актах, так вот, американцы давали французам деньги, и Вашингтон написал Лафаэто письмо, письмо в архивах есть, следующее содержание, если с головы маркизы Лафаэто упадет хоть один волос, денег от нас больше не получите, и что-то делает Робеспьер, чтобы не было ошибки, которая уже случилась, я про эту ошибку тоже, наверное, успею быстро сказать, чтобы не было ошибки, Робеспьер перевозит ее в канцежири, то есть ту тюрьму, которая была прямо под наблюдением комитетов, и она отсидела именно как защита, чтобы какой-нибудь дурацкий революционный комитет ее не арестовал по глупости, и не отправил бы в тюрьму, а потом еще вот, а между комитетами, а при комитетах это все списком прошло, они ее отправили в канцежири, из канцежири уже там был строгий контроль, и ее не трогали, они забыли, после революции она вышла на свободу, вот, точно так же, Лазарь Карно спрятал своего любимца, генерала Гоша, который повздорил с Сен-Жустом, и Сен-Жуст хотел ему голову отрубить, вот, в итоге его направили в Париж, его посадили в канцежири, и Карно тщательно бдил, он прям проверял каждый день списки, чтобы Гошу случайно не вставили, значит, он сидел в тюрьме канцежири именно под защитой, а печальная история случилась вот с этой женщиной, так называемая мадам Рояль, это сестра короля Людовика XVI, которая осталась во Франции, хотя могла сбежать, чтобы помогать королевской семье и маленьким детям, вот, и которую на самом деле казнили случайно, рабочий ни в коем случае не собирался ее казнить, вот, но когда он об этом узнал, произнес большую речь о том, что не надо было трогать мадам Рояль, вообще это прекрасная принцесса, и вы нафиг дискредитировали нам всю революцию. И вот на проблеме от того, что я вспомнила, какую мысль я потеряла, о том, что революционеры тщательно следили за тем, чтобы все те, кто занимается деланием революции на местах или в Париже, бы имели высоко моральный облик, они за этим действительно следили строго. И вот два человека, которые потом сыграют огромную роль в перевороте девятого Термидора, который сверх Робеспьера, это Тальен и Фушей, это вот как раз люди, которые этот моральный облик потеряли. Значит, мне напоминает, что для сохранения эфира я должна закончить. Для меня удивительно быстро пробежало время, по-моему, быстрее всего. Извините, если был большой темп речи, я буду стараться, но мне как раз были отзывы о том, что темп речи соответствует нашему времени. Если он не соответствует нашему времени, если я слишком быстро, пожалуйста, напишите мне это уже в личку, ладно? Я все пожелания учту. И буду рада видеть вас снова. И чуть-чуть попозже я сделаю новый пост о том, что мы придумали для вас на завтра, на день рождения Наполеона. Мы кое-что придумали, и это будет бомба. Спасибо вам большое за внимание. Мне было очень приятно, что вас набралось так много. Я действительно не ожидала. Низкий вам поклон за ваше внимание. И я надеюсь, что... Спасибо. Вот мне Берлин говорит. Привет, Берлин, Лидия. Вот. И я надеюсь, что мы сейчас с вами встретимся. До свидания.